И снова всем привет! С вами Олег Алабудович. Мы проходим мануальную терапию. Сейчас будем изучать терапию рук, правки рук. Ну, соответственно, вот смотрите, у нас сустав есть здесь, здесь и здесь. Мы сразу на них на три сустава будем воздействовать лежа, когда человек лежит, чуть-чуть, чтобы рука уместилась, подвинемся туда. И кладем руку. Получается, тут вот две косточки у нас. Вот одна, во вторую, да? Вот на эту косточку, в неудобную позу получается. И вот так разворачиваем по осилок силового сустава, запястья, держимся за запястье, здесь упираемся в плечо. И вот так вот раскачиваем, раскачиваем, складка попала, чуть вниз спустись, чтобы на складку попадать, да, да, все вот так. То есть чуть-чуть по высокому-то такой вот, расслабленной. В плечо, раскачиваем, раскачиваем и потом одновременно в разные стороны дергаем. Хорош, да? Вот ты тут, да, слышал? В плече. А, в плече даже, да? То есть может вот плечо встать, да? Может локоть встать, может запястье. Теперь отдельно сам локоть, где вот он замыкается. Вот эта вот часть, да, где вот он сюда встает, вот в эту ямку. Вставляем его туда, поблубже. Руку немножко вытягиваем, но не резко, не сильно. Это такое легенькое движение. Не бойся, перелома, локция не будет. Запястье теперь берем кости и прямо вот так вот их туда-сюда перемалываем, как бы. То есть наши руки вот туда, сустав, и обратно сустав. Так вот ходят. Так, про пальцы я в этом видео не буду говорить, да, мы уже в прошлых видео записывали. Значит, вот ставим вот так, резко сюда и резко сюда. Выщелкиваем, да, вот тут. Теперь бывает часто какая-нибудь косточка выбита. Ладонная, да? Для этого кладем ладонь. Соответственно, будем действовать на движение вот сюда. Плотно прижимаем руку, да, и прямо вот в ту кость, которая торчит, прямо в нее достаточно резко пробиваем. Пробиваем. Вот туда. Да, но перед этим, если не бьется, то можно опять их вот раз растереть, расшатать. Вот весь этот, все эти суставы, да. И пробиваем прямо в туалет. А сломать так нельзя? Да нет, она не сломается. Вот, я сам себе много раз, у меня, много лет у меня была выбита эта косточка, да, я сам себе вот так вот вставил, уже выбил где-то лет в 15, а вставил где-то в 40. Так, протерился и прямо вот туда пробивается мощно. И встало, да? Да. Да, до смешного доходит, там девочка с этого упала на детской площадке, ну как девочка, так лет 20 примерно, с качели упала, говорит, ой-ой-ой, вышибла. А я прям на лавочке как раз поставил, размыл и вставил тут уже за 2 минуты. Это ставится не так-то уж и страшно, как кажется. Так, теперь, смотри, выдергиваем нерв. Тут два нерва идет, один сверху, так вот, так вот, так вот, так вот, здесь вот он идет, а другой снизу идет, там по центру вот тут. А, попал. Вот, попал. Вот, выдергиваем их за руки, но удобно, конечно, стоит делать, но можно и лежа. Если у человека грудной отдел, ну, смотрите как. То есть, если не имеет вот эти пальцы, да, то это виноват грудной отдел, первый, второй грудной позвонок. Если вот этот, вот эти пальцы, да, то это получается седьмой шейный, шестой шейный и пятый шейный. Точнее, даже не так. Пятый, промежуток между пятым и шестым, да, С5, С6, С6, С7, 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 Д1, Д1, Д2. Вот там нервы же между ними, корешки выходят, да. Это если они не имеют, чтобы вы просто знали. Так вот, за руку мы выдергиваем, если повернут Д1, Д2, в ту сторону, да. То есть, они даже могут довернуться. Делается достаточно резко, чтобы все было расслаблено, и потом, неожиданно, для человека... О-о-о-о! Выдергулись. Сейчас отлежет, отлежет, возвращайся. Подожди, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас отлежешь в себя. Да, буквально бывает такое, что нерв он стреляет, да, минутки-две, и человек восстанавливается. Могу даже в мозг ударить. Да, здесь, везде взрыв был. Сейчас мы раздержим, сейчас. Даже в глазах. Не бойтесь, звук не оторвете, нерв не повредите. Там достаточно ткань эластичная. Вот, проверяем. Ах, хрустышка была. В шестом, да, где-то тут и был. Да, везде был. И там, и в плече. Ну, это мануальная терапия, да, то есть, не обязательно воздействовать прямо на позвонок, да, можно через руки. Молодец. Прекоди, прикоди, всегда. Что-то, что-то, что-то. Так, теперь... Ключица относительно акромиального отростка. Она может быть, соответственно, либо вверх, уйти вот сюда, да, либо под него, вот туда. Ну, соответственно, нам надо... Акромиальный отросток прикреплен к плечу, то есть, за плечом мы тянем, а к ключице упираемся рукой. Я только продемонстрирую, двигаться не буду на этой стороне. Так, все, отлегло? Да. И давай на другой руке. Так. Я только покажу. Вот, если ключица, вот на щупаль, да, и крепление, она опустилась вниз. Отлегло, да? Упираемся в ключице прямо туда, да, и за руку выдергиваем на себя, ключица в противоположную сторону. То есть, мы акромиальный отросток сюда вытягиваем в длину, да, получается, даем свободное место и туда ключица вставляем. Если в обратную сторону, то, соответственно, с этой стороны взялись, опускаю руку, опускай, и в локоть, вот свой локоть, видите, в одну прямую с бедром, вот туда толкаем. Только единственное, что пальцами острыми туда глубоко не залазьте, там это будет болезненно очень. Мягенько беремся и толкаем. Так. Ну, давай теперь сидя или стоя можно. В принципе, те же самые приемы, можно и сидя и стоя. Да, лицом, чтобы, наверное, видно было. Не, не, вставать, вставать. Поправка плеча. Немелая рука, а давай другую выстреляет. Все, вставай. Значит, вот кладем локтем на себя, да, и вытягиваем плечо из суставной сумки. Так, медленно. Готовим, 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 и раз на себя. Карамиальный отросток не захватывает. Ну, как бы, над ним, где вот он заканчивается, да, в момент. Вот, за ним. Сам сустав, да. На себя, и чуть влево, вправо. Вот так вот. Одновременно получается, что ли? Три движения одновременно? Чемо-отновременно? Раз, два, три. Вот, тянем, тянем. Если сидя, соответственно, можно там даже и не плечо, а подложить вот так вот руку, да, вот мы вытягиваем, вытягиваем, и потом раз сюда, да, вниз, чуть назад и чуть вперед. Плечо, плечевой сустав, отличается, например, от гейдерина, тем, что он очень мобильный. У него практически нету такой вот, как бы, костной капсулы, да, почти плоский, поэтому крутится во все стороны и может выскочить в любую сторону, получается. Поэтому мы прорабатываем все стороны себе. Я плечу встал. Встал, почему я на стадо? А он мне много любого. Ха-ха-ха, вот, видишь. Сейчас я эту вставим. Можно сказать в кадр, что на самом деле все было безопасно, если бы кто-то там напугались, да, о, ужас. Все терпимо, все возвращается на круги своя. Организм восстанавливается. Значит, смотрите, сидели, лежа, вставляем плечо обратно. Для этого мы выбираемся в ось лопатки своей грудной клеткой. Так вот, да? Человека обхватываем сверху через голову, видите? Нет, я опять держу. Расслабь, расслабь, расслабь. Ну, просто расслабь, ничего не делай. Это вообще ничего не делай. Вот он висит, вот так просто висит. Нет, видишь, не расслабил. Сейчас ждем, когда человек подготовится. Все. Получается, вот туда я его вверх выщелкиваю, потом на себя и немножко в сторону. вот так вот. Теперь, где она соприкасается с ключицей и акромиальным отростком. Вот сюда загибаем за голову и сначала акромиальный отросток, потом включиться, ныряем туда поглубже включиться. Чик, чик. И теперь саму лопатку ставим на себя, отрылись и вот туда протолкиваем. Толкаем. Если человек слишком подвижно начинает там как-то извиваться, то делаем пожестче, например, на стуле. Садись. Наверное, лицом. Давай спинку берем, чтобы не было видно. Это, он за голову. Фиксацию делаем жесткую, да, вот так вот. и своей грудной пяткой в локоть, а тут в лопатку. Можешь даже нагнуть свою ножку вниз. Так вот. И вот так вот вправляем. Вот, вставай. Ну, остальные приемы также делаются, что и лежа, то и стоя. То есть, вот, например, вот этот сустав, полубоком, да, руку, полусогнутую руку. Чик. Поксевой сустав развернули вот так. Чик. Запястье разменяли, разменяли, и в эту сторону, и в эту сторону. Вот он, еще, да. И само плечо, не, давай, не буду, дергай так сильно, просто покажу. Дергай так сильно, дергай, думай. Лучше, дергай. Давайте все проверим. Можешь дневные пазунки на месте. Так, ну, давай. Да, кстати, соответственно, делаем, если у человека... на эту сторону, на эту сторону появились. Сюда, да, все видно было. Соответственно, не надо делать... Для здорового человека симметрично все можно сделать, но если была проблема обнаружена здесь, и не имела только одна рука, и позвонки были развернуты сюда, да, мы дергаем только ту руку. Эту руку не обязательно дергать, ну, в принципе, не нужно, чтобы возвращать обратно. Вот, расшатали все вот так, чтобы все ходуном ходило, плечо, локоть, запястье, и резким движением приседаем, выдергиваем. Я сгруппировался. Ну, а я состорожен. Немножко. Так, ну, в общем, а, еще вот, ключицу относительно акромерной отростки. Вот так захватываем, и тут за ось от лопатки. Сначала близко к позвоночнику сжали, и вверх. Потом вот сюда отошли, еще раз, сжали и вверх. Я пошли на самом крае, сжали и вверх. Вот, и я предупреждаю, что все, что мы рассматриваем, это сублюксация под вывих. Вывихи будем рассматривать в отдельном виде.